Заголовок. Квартирный вопрос. Как известно, квартирный вопрос испортил москвичей. Портит ли он священников? Скорее, он портит им жизнь, а дело с ним обстоит в большинстве случаев скверно. Как говорилось выше, многим изначально выпадает жребий служить вдали от родного дома. В таком случае возникновение квартирного вопроса гарантировано. В отличие от армии, где офицерам всегда предоставляют жилье, пусть даже и неважного качества, церковь жилье священникам не предоставляют вовсе, за редким исключением, когда у прихода имеется собственный церковный дом или квартира. Если церковный дом находится в плохом состоянии, семья священника вынуждена будет ремонтировать его за свой счет. При этом, сколько бы они этот дом не отстраивали, собственностью семьи он никогда не станет. Одного нашего знакомого священника назначили на служение в одну из кубанских станиц. Сам он родом из далекого Магнитогорска. Уж не помню, почему он не угодил в родной город, но судьба занесла его с семьей на Кубань. В этой станице временно до постройки постоянной церковь располагалась в простом доме или, как там говорят, в хате, а при церкви имелась крошечная сторожка не больше 10 метров в общей площади, где и должен был жить священник. Конечно, сторожка для жилья была совершенно непригодна. В ней мог только сторож ночевать, а жить в семье с детьми просто немыслимо. Первые два года семья снимала квартиру, пока сторожку перестраивали. Дом, построенный полностью за счет священника, все равно остается церковным. Из своей собственности у них так и не появилось. Если его переведут на другой приход, то в этом доме поселится новозназначенный священник. Другие люди за свои деньги строят собственные дома, которые перейдут к детям и внукам. То священнические дети ничего из этой недвижимости не получат. Единственный путь оставить что-либо детям, это приобрести свою недвижимость, а не отстраивать церковную. Нам повезло в том смысле, что у меня есть квартира, во многом благодаря родителям. А если бы этого не было, то скитались бы мы по съемным квартирам, так как у мужа ничего похожего на недвижимость нет. Удивительно, как у некоторых хватает терпения не просто выносить жилищную неустроенность в отсутствии элементарных бытовых условий и собственного жилья, но и рожать детей, продолжать жить и терпеть. Я вспоминаю одного многодетного священника, который с матушкой и детьми много лет живет в абсолютно нечеловеческих условиях. При этом у них уже 8 детей, и это, по всей видимости, для них не предел. Поистине подвиг. Назовем этого батюшку отцом Григорием, так будет удобнее. Отец Григорий командирован в московскую епархию. Что значит командированный священник? Это священник, которого архиерей направляет служить в другую епархию. При этом он остается клириком своей родной епархии и в любом момент может быть отозван обратно. Какое-то неопределенное состояние, ведь командированный можно быть много лет, не получая по месту командировки священнических наград и первенства чести, вне зависимости от выслуги лет. Так и отец Григорий сколько лет служит, а ни одной священнической награды не имеет. Конечно, земные награды – это не главное, награждает Бог, но иногда почести здесь тоже приятны. С будущей женой он познакомился, учась в семинарии на легендарной семинарской кухне. Матушка Зоя – сама из священнической семьи, уроженка одной из кубанских станиц. Детство ее прошло в многодетной семье, где всегда много тяжелой домашней работы. После школы Зоя уехала работать в семинарии, где и нашла супруга, повторив судьбу своей матери. После окончания семинарии отец Григорий уехал служить на родину, в одну сибирскую епархию. Но дома жизнь не складывалась. Вроде его родители не приняли молодую невестку или еще что-то, история об этом молчивает. Тогда батюшка отправился и отпросился от своего архиерея в Москву. Но, как уже было сказано, владыка священника только командировал, а не отпустив окончательно. Поселились они с матушкой в Сергиевом Посаде, сняв убогий угол. Этот городок по праву можно считать поповским. Священников там проживают больше, чем где бы то ни было. В Сергиевом Посаде очень трудно снять жилье из-за большого количества учащихся духовных школ. Ситуация с арендой жилья в Сергиевом Посаде всегда напоминает положение в городе Сочи в разгар сезона. На службу в Москву отцу Григорию приходится ездить на электричке. Автомобилей у него нет. В семье друг за другом рождаются дети. Раньше им постоянно приходилось переезжать, сменяя одни трущобы на другие. Нам посчастливилось побывать в одной из темных квартир батюшки. Это была картина в жанре трущобный Петербург-Достоевского. Семья снимала одну полуподвальную комнату. Подвал, пропитанный запахами гнили и сырости, почти постоянно подтоплялся. Чтобы пройти к жилищу отца Григория, не промочив ног, нужно было наступать на деревянные решетки, как в бане. Все семейство помещалось в одной комнате. К тому времени у батюшки с матушкой было уже четверо детей. Вместо обоев на стенах были газеты. Посреди комнаты стояла настоящая железная буржуйка времен гражданской войны. С выведенной в форточку трубой. Кухня, если этот закуток, можно так назвать, отделялась от спальни. То ли шкафом, то ли фанерной перегородкой. Никакого водопровода там не было отродясь. Поэтому в кухне находился умывальник с помойным ведром под ним. Во дворе дома была большая куча угля, в которой копошились дети отца Григория, напоминающие шахтеров. Только что вышедших из-за боя. Вот такая обстановочка. Романтично, не правда ли? И это в конце 20 века. Через некоторое время отец Григорий приобрел собственность полдома. По комфортабельности это жилье не очень сильно отличалось от предыдущего. Разве что сырости в нем было значительно меньше. Полдома состояли из комнаты сеней и веранды, где предполагалось расположить кухню. Ни воды, ни газа там не было. Отопление простое, печное. Правда, не буржуйское. Туалет деревянный во дворе, на грядках. Дом был ветхий, очень старые постройки. Постоянно требующие ремонта и денежных вложений. Тем не менее, у них с матушкой родилось еще четверо детей. Когда я у них побывала в последний раз, то была сильно удручена окружающей обстановкой. Единственная жилая комната походила на армейскую казарму, всю сплошь заставленную железными двухъяростными кроватями, на которых лежали и сидели многочисленные дети. Под потолком веревки с развешанными на них преленками. Фанерная перегородка, отделяющая спальню от обеденного стола. Вот такой квартирный вопрос. Кстати, совсем недавно судьба улыбнулась отцу Григорию. Когда в семье родился девятый ребенок, домик отца Григория пришел в движение в прямом смысле этого слова. От старости или от подвижки грунтов, а скорее от того и другого, вместе взятого, дом стоял на берегу пруда. Жилище батюшки пришло в полную негодность. Провалились полы. Потолки угрожающие повисли над головами многочисленного семейства. Как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. С Божьей помощью и при активном содействии властей многодетной семье, пастыря выделили в собственность две большие квартиры на одной лестничной площадке. Наконец-то мытарство под рущобом у батюшки и его семьи благополучно закончилось. Заголовок Церковные деньги Если кто-то ожидает встретить в этой главе жареные факты, то придется разочаровать. Жареного не будет, так как его просто нет. Очень часто люди, глядя на только что отстроенный или восстановленный храм, восклицают. Это на какие же деньжища отстроено? Да, деньжища огромные, не спорю, но церковь насильно карманы ни у кого не выворачивает. Все, что мы видим, строится исключительно на добровольные пожертвования. Некоторые говорят, что церковь на нищих бабушек обкрадывает. Ну и это ложь. Невозможно построить храм на копеечки бедных бабушек. Хоть и несут эти бабушки, как евангельские вдовы. Не от избытка своего, а от скудости, от всего сердца и души. Очень часто происходит так. Дают священнику полуразрушенный храм или вообще пустырь с бурденом. И имея этот пустырь с бурденом, община обязуется встроить храм за счет своих средств. А где их взять? Разве у общины, которая в основном и состоит из тех же бабушек, есть такие средства? Вот и превращается община во главе с батюшкой в просителей с протянутой рукой. Нет, батюшке не нужно стоять в метро, об этом уже говорилось. Но батюшка и его прихожане вынуждены переквалифицироваться в ходоков, оббивая пороги разных организаций и администраций. Редко бывает, что спонсоры сами приходят в храм и предлагают помощь. Почти всегда их приходится искать. И труд этот очень тяжел. В одной из кубанских станиц вот уже 10 лет строится храм. Прислали батюшку на пустое место. Администрация выделила участок с земли. На селеском сходе собрались станичники. Казаки с атаманом. Местный бизнесмен-колбасник. Дирекция племхозяйства, бывший колхоз. Дирекция местного кирпичного завода. И постановили всем миром построить церковь. Да, такую большую, чтобы перед соседними станицами не было стыдно. Сделали проект в большой церкви. Одобрили. Но энтузиазм быстро закончился. У спонсоров то дело, то денег нет. То вложили в дело. Надо подождать. То опять надо подождать. Да и вообще не до церкви. Ищите батюшка у других. Батюшка с прихожанами ходили, звонили, писали, просили, узнавали. Проект переделали. И непостроенная церковь стала в три раза меньше предыдущей. Опять ходили, звонили, писали, просили, узнавали. За 10 лет возвели стены. На 11 год станичный долгострой накрыли крышей. Сама станица за эти годы обостроилась особняками и роскошными домами. А вот храм построить денег не было. Правильно гласит пословица. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Заголовок. Уклады традиции. Истории из жизни. Прежде чем перейти к новой теме, чтобы повествование наше было наиболее полным, хочется рассказать несколько историй из жизни самых обычных священников. Просто о том, как они живут. Отец Майкл. У отца Михаила, матушка, регенша. Познакомились они в семинарии, куда будущая матушка поступила в регенскую школу сразу после 8 класса. Тогда, в начале 90-х, в регенскую школу еще принимали девушек с незаконченным средним образованием. Родом она из Подмосковья, из простой семьи. А отец Михаил родом из Мордовии. И тоже из простой рабочей семьи. А по национальности мордовин или наполовину мордовин. Веселый, но не такой простой, как кажется на первый взгляд. Женился он сразу после 3 класса семинарии. Летом. Потом, с началом учебного года, снимали они с молодой супругой перекошенную избенку в Сергиевом посаде, возле самой железной дороги. От каждого проходящего поезда избенка эта охала и вздрагивала, как дряхлая старушка. В первое время у них даже посуды не было, поэтому ели они из-за одной тарелки. Но заканчивался курс семинарии, и впереди маячила перспектива распределения мордовскую епархию. Куда ни ему, ни его жене совсем не хотелось. В отличие от своего неудачливого однокурсника, о котором речь шла выше, отец Майкл поступил мудрее. Правда, пришлось пойти на хитрость. Оставить семинарию, дабы избежать жесткого распределения и иметь возможность рукоположиться по желанию в подмосковной епархии, поближе к любящей тёще. Ничего противозаконного в этой схеме нет, в конце концов, это его право. Ведь семинарист еще не священнослужитель и может выбирать. Но от семинарии пришлось окончить позже, заочно. Хитрость удалась, служить его отправили в Ступенецкий район. Вначале в храм благочинному, а затем дали настоятельство в церкви маленького поселка при птицефабрике, где местная администрация выделила семье священника однокомнатную квартирку в двухэтажном блочном бараке. Почти все жители поселка работали на птицефабрике, которая активно испускала на всякого проезжающего вблизи неё неистерпимые миазмы. В первое летослужение в семье отца Майкла родился первенец. С этим поселком у отца Майкла связан один смешной случай, после которого местная шпана его сильно зауважала. Дело было так. Повадилось местное хулиганье его матушку дразнить. Когда она мимо проходит, они её дразнят и обзывают нецензурно. Надоело это безобразие отцу Михаилу. Поймал он зачистника, местного авторитетишку, взял за грудки при всечественной компании. А отец Михаил сильный, плечистый, вырос он в пьяном пролетарском городишке, поэтому со шпаной разговаривать умел виртуозно, на понятном для них языке. Они-то думали, что попик к ним интеллигентный заехал и будет смиренно терпеть от них всякие безобразия и глазки полопускать. И вот поднял он смиренно этого авторитетишку за грудки и говорит, «Вот видишь палец?» и направляет свой указательный палец зачинщику прямо в глаз. Зачинщик весь изогнулся, побледнел, задёргался. «Я тебе этим пальцем глазик сейчас выдавлю, и он вытечет, а мне из-за этого ничего не будет. Ничего». И аккуратно поставил авторитета на землю. С этим и расстались. Говорят, что этот авторитет потом приходил прощения просить за недостойность своего поведения. Через несколько лет отца Майкла перевели в более весёлое место и дали восстанавливать очередной храм. Местная администрация опять предоставила жильё, на этот раз бывшую сельскую амбулаторию, без отопления и с прогнившими полами, да ещё с бармашинами и допотопными зубоврачебными креслами в придачу. Сказали, что бармашины вскоре заберут. Как известно, дарённому коню в зубы не смотрят. Батюшка амбулаторию отремонтировал, провёл газ, отопление, удобство. Бармашины так никто и не забрал. Стоят они у батюшки в сенях как главное украшение. Вскоре у них родился и второй сын. Отец Михаил восстанавливает храм, служит, а матушка регентует хором. Бабушки же прихожанки во время службы нянчат младшего мальчика, а старший в алтаре уже прислуживает отцу. Заголовок. В славном городе Ростове. Отец Александр познакомился с матушкой в Москве, у себя на приходе, в Анвом монастыре. Оба они из коренных московских интеллигентских семей. Матушка вообще дочь дипломата. Отец Александр до семинарии служил в армии, в войсках Гуин-А. Вернулся из армии покалеченным, горбатым, без нескольких зубов. Однажды зэки сбунтовались и учинили жестокую расправу над конвоирами. Будущий отец Александр получил перелом позвоночника. После семинарии и рукоположения отца Александра распределили в славный город Ростов-Великий, на патриаршее подворье, в выпал разрушенном Аврамьевом монастыре, для восстановления там духовной жизни и богослужений. Монастырь этот имеет славную историю. В XI веке на месте нынешнего главного Богоявленского собора стоял идол Велес, бог плодородия, мерзость языческая. Идол этот наводил ужас на всю чудскую окраину. Говорят, что ему приносили даже и человеческие жертвы. И вот в то страшное время поселился там смиренный монах по имени Авраамий и вступил в неравную борьбу с темными языческими верованиями. Но язычники только высмеивали Авраамия и новое учение не принимали. Тогда Авраамий слезно призвал на помощь Господа и святого апостола Иоанна Богослова. В ответ на молитву апостол Иоанн явился монаху во сне и повелел ему идти в великий город Константинополь. Авраамий безропотно отправляется в далекий путь, но не успел Божий угодник дойти до реки Икши, как сам апостол встретил его, ручил тоненькую тросточку и повелел всокрушить ею мерзкого идола. Вернувшись в Ростов, Авраамий, подошедший к идолу, ударил по нему тростиночкой. И в тот же миг могучий идол рассыпался в прах. Язычники же повержены были в страх и трепет перед чудом. На месте сего великого чуда позже и был основан монастырь. Находится он и ныне на самой окраине города, и экскурсии к нему не возят. На протяжении многих веков Ростов был еще и кафедральным городом ростовских митрополитов. Но мало кто знает, что город этот имел дурную экологию. Живописное озеро Неро, на берегах которого раскинулся сей древний город, совершенно гнилое. И испарение его крайне вредно для здоровья, не говоря уже о полчищах злобных комаров, которые нещадно атакуют жителей от первого тепла и до белых мух. Поэтому назначение на ростовскую кафедру архиереи всегда воспринимали как ссылку на немилость начальства. Некоторые даже всеми правдами и неправдами старались проводить в городе только зимы, когда дыхание замерзшего озера становится на менее ощутимым. Были среди архиереев в славном городе и подвижники, например, святитель Дмитрий Ростовский, собравший свод житий святых, аналогов которым по сей день не существует. Первое наше посещение отца Александра состоялось более десяти лет назад. Перед нами предстала картина, полуразрушенный монастырь, в котором монахов еще не было, а служба шла наспех в отремонтированной надвратной церкви. Ветхое полуразвалившееся здание бывшего братского корпуса с клопами и тараканами, населенные в то время разношерстной публикой, большинство которых к церкви отношения не имели и беспробудно пили горькую. В этом убогом здании и жила семья отца Александра. Занимали они одну комнату с печкой, с собственным отдельным входом и с удобствами на улице. Ну просто номер люкс. Матушка Ирина ждала тогда второго ребенка, а первому едва исполнился год. В хлеву они держали коз, которых матушка сама доила. Выросла она в Москве и представления о домашней скотине в принципе не имела, но на удивление всем крестьянские премудрости освоила достаточно быстро. В следующий наш приезд к ним примерно через два года матушка ждала третьего ребенка. Из бомжатских апартаментов они приобрались в простую деревенскую избу подле монастыря, которая была куплена церковью. Этот дом они ремонтировали много лет, как настоящие москвичи, непривыкшие к деревянным сортирам во дворе. Создали в нем все удобство с ванной и горячей водой. Во второй наш приезд у отца Александра в хлеву белеяли многочисленные овцы, а во дворе стояло надежное транспортное средство, настоящий сивый мерин, впряженный в телегу. На этот мерседес он нас погрузил и повез на экскурсию по городу. В один из следующих наших приездов матушка ждала четвертого ребенка. Но отец Александр сильно изменился, устал и постарел, да и загрустил он сильно. Не было уже былого азарта и веселости. В их леву на этот раз уже никто не блеял, в доме появился компьютер с интернетом, а во дворе вместо мерина стоял старый раздолбанный опель неопределенного цвета. Батюшка про свое новое транспортное средство сказал загадочно – цивилизация. Правда, опель этот вскоре благополучно отправился на свалку, так как оказался в конец убитым и не подлежал восстановлению. Несколько раз отец Александр пытался вернуться в Москву, но каждый раз возникали неопределимые препятствия. Жилья своего у них нет, а перспектива жить в одной квартире с родителями и четырьмя детьми не радовала ни родителей, ни самого отца Александра. Вскоре и в Ростове жить им стало негде. В монастыре стала возобновляться монашеская жизнь. Появилась настоятельница и монахини с послушницами. Мать-настоятельница от священно-началия потребовала себе другого священника. А отец Александра ей чем-то не угодил. Да неудивительно, зная его столько лет, можно с уверенностью сказать, что человека угодьем он заниматься не будет. А игуменьи у нас на Руси, как правило, считают себя умнее священников, несмотря на апостольское повеление, женам в церкви молчать. Поэтому дом, который отец Александр с матушкой столько лет ремонтировали, буквально отстроили заново, пришлось передавать вновь прибывшему священнику. А отцу Александру предложили настоятельство полуразрушенной церкви в городе. Семья вынуждена была срочно приобрести квартиру в городе, где периодически не бывает то холодной, то горячей воды. Заголовок Миссионеры Наверное, многие не знают, кто такие миссионеры. Многие думают, что священники у себя в храмах только требы исполняют. Службы служат, проповедуют иногда. Кто может, конечно, проповедовать. А кто не может, проповедь по бумажке читает или просто молчит. Да и все, пожалуй. А в наше время тоже есть миссионеры. Мало, но есть. И служение это приравнивается к равноапостольскому. Да не побоимся этого слова, ведь первыми миссионерами были сами апостолы. Миссионер это тот, кто непрестанно обращает в свою веру неверующих и заблудших. Тот, кто проповедует иноплеменникам, и тот, кто не стесняется идти к сектантам и иноверцам. Миссионеру неинтересно быть просто требоисполнителем. Читать по бумажке и заниматься проблемами исключительно своего прихода. Он ищет большего. Он жаждет проповедовать тем, кто не слышал проповеди. В 19 веке был один семинарист, который, проходя мимо дверей одной из занятых комнат Академии, прочел объявление с предложением отправиться к кому-нибудь из окончивших курс в Японию, настоятелем посольской церкви Хокодати. Этот семинарист был будущим настоятелем Николаем Японским, основателем Японской Православной Церкви, отдавшим всю свою жизнь Японии и ее народу. В то время подобных судеб было много. Миссионеры бросали столицы, выгодные приходы, оставляли родных и близких и отправлялись на другой конец мира проповедовать веру Христову диким и забитым племенам, страдая от лишений, голода и болезней. Они любили грязных и неотесанных дикарей, делились с ними свою рскудную трапезу, учили их грамоте и лечили их, и радовались как дети, когда дикари отвечали взаимностью. Но и в 21 веке встречаются миссионеры. Несколько лет назад в Китае один московский священник организовал китайскую православную миссию. И началось все с китайца, которого отец Дионисий, так зовут священника, крестил еще в Москве. Потом появились другие китайцы, желающие принять от него святое крещение. Потом отец Дионисий принялся изучать китайский язык, китайскую историю и культуру. Отец Дионисий происходит из старой московской интеллигентской семьи, а его жена – дочь крупного преуспевающего бизнесмена. Познакомились они в собственном подъезде, оказались соседями по лестничной площадке. Семинарию отец Дионисий закончил за два года, став курс экстерном. Несколько лет он служил на одном московском приходе. За это время в семье родилось два сына. Тесть подарил им роскошную четырехкомнатную квартиру. Казалось бы, чего еще в жизни не хватает? Служи себе, радуйся жизни. Так нет, китай звал к себе своего миссионера. И семья уехала в Гонконг. Жена его не колебалась ни минуты и отправилась вместе с мужем. Вот вам и избалованная дочка богатых родителей. Эта семья – наши близкие друзья. Отец Дионисий венчал нас и крестил нашу младшую дочку. Но видимся мы теперь очень редко. Нас разделяют тысячи километров и несколько часовых поясов. Отец Хулагу. Так называет его один близкий друг, и мы не будем называть его настоящее имя. Отец Хулагу – еще один современный миссионер. Один из немногих священников, преподающий прихожанам толкование Библии и бесстрашно сражающийся с разномастными сектантами. Сейчас редкий священник регулярно и всерьез занимается столь неблагодарным делом. Отец Хулагу – не женат, но и не монах. Довольно редкое явление для православного священника. Не будем объяснять, почему батюшка холост. Так у него в жизни сложилось. Вероятно, какая-либо печальная история. Ну да, это типичная женская логика такая. Он рано остался без родителей. Они погибли в автокатастрофе и воспитывала его бабушка. Своего жилья у него тоже нет. Несколько лет жил он в старошке при храме, в котором служил. Затем ушел за штаты по состоянию здоровья и был приглашен одним игуменом на свой приход, где поселился при храме и при кухне. Когда-то, еще в советское время, он учился в семинарии, из которой его благополучно выгнали по требованию уполномоченных за публичную проповедь в центре Москвы у памятника Юрию Долгорукому. Очень крупный и полный. Но полнота Югу вовсе не от многоядения и хорошей жизни. Он тяжело болен сахарным диабетом. Страдает от дышкой и отеками, но несмотря на это несет свое миссионерское служение. Он не боится вести диалог с сектантами и очень многих вывел из сект и буквально спас от погибели и до разорения. За это сектантские главари ненавидят его лютой ненавистью. Лет десять назад с отцом Хулагу произошел курьезный случай. В то время в России открыто действовала незабезызвестная секта Аум Сенрикё. И вот однажды сектанты решили похитить надоевшего попа. Видимо, очень сильно он их допек. Многих адептов увел. Бизнес им попортил. Сколько квартир и материальных благ не успели из-за него захапать. Кстати, известно, что из этой секты мало кто выходил живым. Как-то раз сектанты подогнали к храму, где служил батюшка, свой Микрик. Знаете, есть такие микроавтобусы японского производства. Итак, сектанты дождались, пока батюшка выйдет из храма. Взяли его два огромных качка, подбил ручки, повели к автобусу. Батюшка не сопротивлялся, а даже посмеивался над ними. Ну-ну, посмотрим, что у вас получится. Но подведя его к распахнутым дверям Микрика, сектанты поняли, что автобус его затылкать просто не удастся. Батюшка большой и грузный, руки, ноги растопырил, как в сказке про Бабу Ягу и Иванушку, и смеется над ними. Сектанты его и так, и сяк, ау, никак. Тут посланники Асахары поняли, что надо смываться, пока не поздно. Прихожане, увидев происходящее, уже бежали на помощь, и милицию успели вызвать. Сектанты батюшку бросили, погрузились в машину и уехали. Во время Чеченской войны много раз ездил отец Хулагу в Чечню. Там многих крестил, напутствовал раненых и в тылу не сиживал. Всему надо было на передовую, под пули, туда, где все. У нас есть его фотография, улыбающийся отец Хулагу на танке с автоматом Калашникова в руках. Конечно, из Калаша он не стрелял, но попозировать, попозировал. Еще один примечательный случай из его жизни. Отец Хулагу был однажды в Индии в городе Бенареси с неофициальным визитом, но, наверное, тоже с целью проповеди. А как проповедовать, когда язык и нравы местного населения не знаешь? Батюшка гениально вышел из положения. Он купил цимбалы, сел на главной площади города и запел «Jesus Christ, Alleluia!». Стало быстро собираться толпа зевак и интересующихся, ведь индусы любят потанцевать. Затем нашелся переводчик, врач, некогда учившийся в Советском Союзе. Он и стал переводить проповедь. А так, как народу собиралось очень много, перевод тут же дублировали добровольцы, так, чтобы всей толпе было слышно. В результате этой проповеди Отец Хулагу крестил трех человек. Имеет он одну слабость. Правда, в последнее время ему здоровье не позволяет. Любит хорошо выпить в компании друзей. А когда выпьет, начинает распевать песни на иврите. А то и в пляс пойдет. И тоже по-еврейски. Так что мебель сотрясается, как положено. Однажды на именинах моего мужа выпил, да так развеселился, что выпросил у нас себе в подарок израильский семисвечник. Пошли мы его провожать в метро. Он был со своим другом Дьяконом. Дьякон его с одной стороны подпирает, мы с другой, а он идет, миноры размахивает и во весь голос поет на иврите. Периодически нас расталкивает и приплясывает начинает. Уж не помню, что за песня была. Я все на прохожих оглядывалась и думала, за кого нас принимает. А песен он много знает и ивритом довольно свободно владеет. И все знают, коли батюшка с русского на иврит перевел и перешел, значит совсем готов и подливать ему больше не следует. Хочу сказать, скорее всего, это имеется ввиду Олег, священник, Олег Стеняев. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok.